лоховской телефон выбрасываю я еще тут бляха журналист любите меня таким как есть за деньги чуть попозже приветствую мои подписчики прошло немного времени но очень много событий ваш покорный носитель аппарата фотоаппарата побывал в ровно побывал во львове побывал на и форуме побывал на пич найте поздравил радар тэкс двухлетиям пообщался в грузии с джаз этом был в штатах был в стэнфорде был беркли все пальцы закончились пальцы закончились а события не заканчивается ребята в ближайший месяц вот такой будет плотняк вообще два раза в неделю буду выпускать то что происходит я и моя дружная команда подписываемся ставим лайки звоним в колокольчик комментируем задаем вопросы два года два года исполнилось корпоративному акселератору радар тэп кто значит стоял и стоит за его основание юля миронова максия ковер алена калибаба максим бахматов юля порошенко денис довгополый глыбы отечественной инновационной индустрии спустились небес чтобы помогать молодым стартапам взаимодействие с корпорациями всячески развиваться становиться богаче лучше а самое главное оставаться в стране вот это было скромно отпразднована с небольшим тортиком во время печной который мы делали вместе с у курсе банком кстати у курсе банк и финтек который мы с ним делаем это наша третья программа 1 телеком 2 агро 3 финтек будет еще одна не энергетика вообще просто бери только и подавайся что такое печная печная возможность прийти коротко рассказать о себе крутому партнеру и получить возможность вместе с ними что-то придумать начать взаимодействовать возможно даже попасть в акселератор силу того что там большие компании да у них очень много регулейшн внутри правил которые не позволяют им вернее позволяют но сложнее развивать инновации внутри подадим доступ к данным банкам подадим доступ к технологиям банка для того чтобы вы вместе с вами могли зарабатывать деньги торжественное надрезание торта а я ем а ты давай давай колебай под у меня есть а а а а а а а и а 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 так а Моя любимая Радар, только с днём рождения. Два года это мало, всё только впереди и только вперёд. Больше клиентов и наконец-то получать долю в компаниях, всё было понятно, время чего это всё происходит. Всех люблю. Та-та-та-та-там, это про Грузию было немножечко. В Грузию я поехал вместе с проектом GZ, очень крутой проект по поддержке стабильного развития странов Восточной Европы. С Алексеем и Аней мы поговорим о том, что делает этот проект и для чего он нужен. Вот такие ребята. Расскажи, пожалуйста, что произошло Лёша сегодня? Зачем мы сюда приехали в Тбилиси? На удивление вырисовывается смысловая концепция нашего нетворкинга, который начался в прошлом году. С простой идеей страны восточного партнёрства завязать какое-то общение на вполне конкретную тему электронные сервисы для граждан. Это всё происходило при поддержке немецкого правительства, который выполняет проекты через правительственную компанию GZ. А расскажи, какие проекты GZ делал в Украине ещё? Наш проект с 2010 года выполняется в Луганской области. Реформа административных услуг является одним из наших ключевых направлений. Я помню, что вы начали инициативу по внедрению этих центров административных услуг, правильно, всё время? Вначале это были инициативы мэров, которые хотели по-другому выстроить интерфейс коммуникации местной власти с гражданами, чтобы все эти административные услуги, они по-другому предоставлялись проще, дешевле, быстрее. Люди от свободы что-то делают. Свобода должна быть и пространство для того, чтобы освобождалась созидательная энергия граждан, они её применяли в создании лучших примеров, как жить, как работать. Давай на вот тему свободы дадим Ане слово, молодому поколению. Лёша, если что, подскажет, что ты приехала, что мы тут делали? Юнит-сити пригласили поучаствовать в данном проекте, как некий прототип для внедрения Smart City. Организация, которая на своей территории уже внедряет технологии по оптимизации, по рационализации, использовании городских ресурсов, городских активов. Очень понравилась коллега, мы не захотели поделиться, узнать больше о нашем опыте, назвали нас лидирующей организацией, мы с удовольствием взяли на себя эту роль. Сегодня мы проработали идеи внутри этой рабочей группы, как можно дальше двигаться. Кто тебе больше всего понравился на этой встрече? Такое словосочетание, может, некрасиво, но разношерстная публика из представителей различных структур. Я верю, что только в такой комбинации возможно создать универсальное решение для городов. Самое важное, что люди начинают об этом задумываться, смотрят на опыт других стран. Молодец, Анечка, спасибо тебе большое. Спасибо учителям. В рамках проекта «Супермер» я посетил ровно. Общался с мэром, заместителем мэра. Там те центры, про которые говорил Леша, уже давно есть. Можно с фейсиками, с зодокамерами и на велике можно. Да, можно с пастельами. Это все было сделано с нуля и открыто в январе 16-го года. Большой центр на 2000 метров. Очень интересная тема есть, ведет Виталий, вице-мэр Герман. Это реконструкция здания старого административного. Небольшими силами с небольшим бюджетом достигаются крутые результаты. Что будет в этом здании находиться? Проводится мэстобудивная рада. Мэстобудивная рада, что еще? Публичные обговорения по зонышней рекламе, по заповнению громадского прогноза. На сегодняшний день это административная строительство Ривневской мэськой рады. Яблоко в кадре, ребята, неспроста. Лоховский телефон выбрасываю, откусываю яблоко. Мы когда ездили в Штаты, нам бы обещали показать штаб-квартиру Apple. Волшебный кружочек вот этот за 5 миллиардов долларов. Около него оказалось, есть волшебный магазин Apple. Нас повезли туда. Как мы видим, 10 тысяч китайцев. Ну, прекрасно. И охрана вот нам машет. Круто, да? Пойдем. Вот такой вот он самый крутой магазин Apple. Доброго дня. Коля, расскажи, пожалуйста, расскажи, что ты расскажешь про магазин Apple самый крутой. Смотрите, самый крутой магазин Apple настолько же крутой, как и все магазины Apple. Как и Коля. Они умудряются, нет, он гораздо круче, они умудряются продавать те же китайские телефоны в 10-теро дороже по всему миру. И все их покупают. Они крутые. Ребята, вот там вожделенная, круглая штаб-квартира Apple. Туда нас пока не пускают. Мне сказали, что если будем себя хорошо вести, мы купим 8 десятых айфонов, тогда это все произойдет. Штаб-квартиру нам не показали, но для вас, фанаты Apple, это все равно, чтобы прикоснуться к святым мощам. Смотрите, все фотографируются на фоне той далекой штаб-квартиры Apple. Анекдот следующий. Подходит чувак, говорит, слушайте, а кто это такой? Говорит, это местная знаменитость. А чем он знаменит? Его двоюродный брат был на концерте Киркорова. Вот это то же самое, то же мы фотографируемся на фоне, сука, елок. Где-то вдалеке, блядь, штаб-квартира Apple. Вот там. Самый крутой магазин Apple. Монитором LG. Я снимаю настоящий пустой стол от Apple. Ты видел когда-то такое? Я крупнее возьму. Да. Я пока не даю, передача не будет продолжена. Как это? Eat Apple a day, give a doctor away. Так, Коля, зачем ты купил коробку за 40 долларов? 43.50 с налогом. 43.50 с налогом. Ну, расскажи, что это такое за коробка? Это идеальная коробка. Она идеально белая. Так. И это не просто картон. Так. Это коробка, которая вмещает в себе ценности, смысл всего существования. Видите этот священный знак, который известен всем еще с начала времен человечества? Он символизирует грехопадение. Когда Ева вкусила яблоко, смей просил, Ева, не кусай, она укусила. Так, а Коля? И она поздно, потом укусила Колю, и Коля купил коробку за 43.50. За 43.50, Коля, отлично. Ну, в этой коробке есть футболка. Футболка. Она уникального дизайна. Она черная. Она черная. У нее есть два рукава. Два рукава. Два рукава. Два рукава, Коля. Отверстие для шеи. Так, отверстие для шеи есть у Коли. И цветной знак грехопадения в центре. Цветной. Не одноцветный, а цветной. Коля, воистину. Воистину, аминь. Аминь. Коля. Апыл. 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 Это то, что может остаться от Apple через какое-то время. Помните, что в 2008 году Nokia владела 40% всего мирового рынка. А где сейчас Nokia? Поехали дальше, короче. В следующем выпуске. Крутое интервью с главой GZ Восточной Европы. Общение с моим бывшим коллегой и сотрудником Мишей Любарским. Мечта стартапера. Mercedes E-класса. Дон в Сан-Франциско. Доля в крутом стартапе. И короткая обзорная экскурсия по музею компьютерной техники. Которой, кстати, компьютерной технике 2000 лет. Я пошел готовиться в поездку в Одессу на Mobile Beach Conference. Адьо. Че тебе, впадло подписаться? Сидишь там в туалете, небось. Подпишись и отстану.